Всем привет из Египта! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. В сегодняшнем видео я прокомментирую съемку, сюжет, который показали про нас с Лидочкой на первом канале. Прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто нас смотрел, кто за нас болел, кто писал нам комментарии, делал комплименты. Нам на самом деле очень и очень приятно. Огромное вам всем спасибо! И начать хочу с того, что меня крайне удивила подача материала и то, насколько были искажены факты, идеи и суть нашего похудения. В самом начале голос за кадром стал вещать о том, что о последних месяцах мы говорим как о подвиге. Ничего подобного не было. Кроме того, совершенно непонятно, почему акцент был сделан на последних месяцах, когда худеть мы стали в мае 2013 года, в конце мая, и Лидочка уже год как не худеет, худею только я. И почему стали говорить о последних месяцах, совершенно непонятно. Кроме того, мне неясно, почему стали говорить про подвиг, потому что я им ничего подобного не говорила. Кроме того, я наше похудение подвигом не считаю. В моем понимании подвиг – это все-таки нечто иное, это как минимум лишение, это как минимум страдание. В нашем случае ничего подобного не было. Мы не страдали, мы не голодали, мы не голодаем и голодать не собираемся. Конечно же, это великое дело, это огромное достижение. Я считаю, что похудение – это самый большой подарок, который человек может себе сделать. Но это все-таки не подвиг. И откуда была взята эта информация, совершенно непонятно. Следующий момент, который меня тоже удивил, когда сказали, что я похудела на 40 кг. У меня спрашивали, сколько мне удалось спросить, и я им очень внятно сказала, что около 50 кг. Я на самом деле похудела на 49 кг, и куда были где-то эти 9 кг, не ясно. Хотя, конечно же, 40 – это тоже огромная цифра, это тоже очень много, но все-таки 50 – это не 40. Следующий момент, который тоже совершенно непонятно, откуда был взят, когда сказали о том, что худеть я стала только лишь ради ребенка. Здесь я хочу уточнить, что, и об этом я говорила, что я всю свою сознательную жизнь вела борьбу с лишним весом, с переменным успехом худела, и похудение было моей мечтой и целью, целью всей моей жизни. И даже если бы у моего ребенка никогда в жизни не было проблем с лишним весом, я бы все равно похудела. Кроме того, если бы мне удалось раньше избавиться от лишнего веса, и у моего ребенка был лишний вес, я бы также сделала абсолютно все, чтобы похудела моя дочка. То есть тоже совершенно непонятно, почему настолько изменили суть. Единственное, о чем я сказала, я сказала о том, что я не хотела, чтобы моя дочка прошла через то, что пришлось пройти мне. Это единственное, что я сказала, но все было сказано в совершенно другом контексте. Тем не менее, я ни о чем не жалею. Это был замечательный опыт, очень интересный опыт. И мне совершенно не стыдно за те фотографии, которые увидело огромное количество людей. Мне также не стыдно за то, что когда-то мы были настолько полными. Это жизнь, в жизни всякое бывает. Самое главное, что нам удалось измениться и похудеть. Конкретно к съемочной группе у меня нет никаких претензий. Они выполнили свою работу хорошо. Мне понравилось, как прошла съемка, мне понравилось то, что я увидела по телевизору. И на следующий день, после того, как нас показали, я позвонила на первый канал, позвонила продюсеру, девушке, которая меня нашла, которая со мной связалась и попросила нас с Лидочкой дать им интервью. Я ее поблагодарила, но сказала о том, что мне совершенно непонятно, почему настолько была искажена суть нашего похудения. Конечно же, такое случается. Такое случается и в печатных СМИ. Возможно, у них не было времени внимательно просмотреть материал, разобраться. Возможно, были какие-то другие причины. Тем не менее, мне все-таки до сих пор непонятно, почему такое происходит на первом канале. Тем не менее, как я уже сказала, я ни о чем не жалею. Это был прекрасный и очень интересный опыт. На этом все, мои дорогие. Всем отличного настроения, удачного дня. Увидимся очень скоро. Пока-пока из Египта.